Доброе утро, друзья. Это программа «Рунета сегодня». Несколько неожиданно мы вышли без начальной открышки, однако прозвучим. Значит, напомню, что это 99.6 FM или онлайн на finam.fm. Также напомню о том, что мы рассказываем о главных событиях ушедшей недели в области интернета, цифрового пространства, в области социальных сетей интернет-бизнеса. Ну и обсуждаем эти события, собрав их воедино, так сказать, обсуждаем с ведущими специалистами «Рунета», топ-менеджерами крупнейших компаний, экспертами «Оных». Гости этого выпуска, или как гость этого выпуска пока что, потому что гости у нас на подходе, это Дмитрий Сатин, основатель компании «Забилити Лаб», известный специалист по юзабилити. Дим, привет. Здравствуй, Максим. Также можно добавить, что ты почти советник министра связи. Почему? Почти, потому что вы вроде как договорились, да, о чем сегодня будем, кстати, и что будем обсуждать в одной из новостей, но еще это не вошел в должность, я понял, да, основательно. Окей. Ну и еще одна гостья, Снегурочка, которую прямо можно звать, как на детских утренниках, она стоит в пробке где-то на Варшавке, с ее слов, ну и, надеемся, все-таки появится наша студия, тоже известная в Рунете Персон, а пока не буду называть ее, вдруг не доедет. Надеюсь, доедет. Значит, Дим, пока что с тобой, это Тед, начну разговор и тебе, как и нашим слушателям, представлю те главные новости, которые мы сегодня обсудим основательно. Традиционно в программе три новости берутся как такие основные новости недели. Ну и потом перейдем к тем новостям, которые значимы, но не настолько, мы тоже по ним пройдемся в экспресс-режиме. Итак, главные новости. Топ-менеджеры Рунета оказываются в составе команды Министерства связи. Пока не буду никак комментировать, поскольку один из тех, кто оказывается в этой команде, находится в этой студии. Вторая новость. Яндекс выпустил новую поисковую платформу, которая, возможно, поставит крест на поисковую оптимизацию. Ну так, разумеется, пока что не стоит бить в набат и собирать деньги на прокорм крупнейших поисковых компаний, компаний, занимающихся этой самой поисковой оптимизацией, но звоночки приходят, и об этом также будем говорить. И последнее, третье, наверное, самое важное, что было на ушедшей неделе, это Google Play, который стал продавать книги и фильмы в России. Ну и то, что из этого вышло. И вообще, как сегодня чувствует себя цифровой контент. Вот такова, в общем, вводная часть. Эпиграф закончен, а сейчас, собственно, к экспресс-обсуждению новостей. Рунет сегодня. Как сказал, мы поговорим о тех новостях, которые не оказались в нашем внимательном рассмотрении, но вот так же важны. Итак, завершилось свидание МСЭ. Это Международный союз электросвязи. Тот самый, или то самое, которого сильно боялись, потому что там Google кричал, стойте сейчас, свобода интернета под угрозой, и другие сопутствующие компании и люди об этом говорили значимые. И вот, в общем, они как-то угомонились вроде на более-менее стандартах сносных. Хотя, оговорилось то, что будет внедряться некий стандарт Y2770, предполагающий технологию глубокой проверки пакетов, который позволит, внимание, более пристанно следить за действиями пользователя и фиксировать, какой именно контент он получает. А значит, будет трафик просвечиваться в перспективе, в том числе, кстати, и ваш трафик, друзья, слушатели. И можно будет обнаружить, что вы скачиваете, например, mp3-файлы нелицензионные, например, или, например, видео, или, например, книги, ну и иной цифровой контент. Дим, ты что скажешь по этому поводу? Ну, я думаю, что книги и аудиофайлы в последнюю очередь будут интересовать те службы, которые, если они будут заниматься анализом этих пакетов, мне кажется, что есть более серьезные проблемы, которые все-таки требуют некоторого регулирования. Я имею в виду вещи, которые могут приводить к изменениям, не знаю, в геополитике, в политике стран и так далее. Ну, и на основном, этот трафик будет просвечиваться прежде всего спецслужбами на предмет какой-то там... Ну, например, там, борьбы с терроризмом. Ну, да. Он и сейчас, разумеется, что называется, снифится, то есть он проверяется. Другое дело, что новое время, новые стандарты, новые возможности. Ну, вообще, говоря об этой новости, мне кажется, что, ну, Шумиха, по поводу того, что нельзя регулировать интернет, у тебя на вторую новость идет, я слушал предыдущий Рунет сегодня, там вы тоже обсуждали, хорошо или плохо регулировать интернет. Мне кажется, есть вопросы, сейчас не касаясь вопросов терроризма или защиты авторских прав, есть вопросы, которые надо бы регулировать на государственном, может быть, на межгосударственном уровне. Например, защита прав людей с ограниченными возможностями при пользовании интернета. Вот эта тема никогда не станет реальностью, пока не будет принято соответствующих решений на государственном уровне. Слушай, ну, мне кажется, эта тема важна, конечно, но настолько много вопросов для людей без ограничения возможностей. То есть, с ними-то непонятно, а их просто большинство, не то чтобы они лучше или хуже, чем люди с ограниченными возможностями, просто их подавляющее большинство, и с ними еще до конца не ясно, что можно, что нельзя, в конечном счете. Как ограничить правовую базу, при этом не ограничивая сильно свободу и не отдавя глотку? Ну, если под правовой базой иметь в виду запретительные всякие штуки, вот, Алена, подошла. Не комментирую, подожди. Мы еще позовем Снегурочку. Да, если не обсуждать правовые нормы не как запретительные, а как смысловые, то в этом плане как раз все нормально. То просто сейчас сказал о некоторой опасности именно излишнего контроля. Но мне кажется, существуют законы, в том числе координируют и направляют, и вот этой части смысловой зачастую очень не хватает. Подошла к нам вторая гостья программы, Алена Попова, теперь могу представить. Алена, привет. Привет, ага. Ты, наверное, можешь как-то прокомментировать эту историю. Получается, мы говорим сейчас о заседании Международного союза электросвязи, о том, что отбились фактически под знаменем Гугла от каких-то серьезных запретительных мер. Так? Ну, изначально же как предусматривалось? Что будет создан на рынке регулятор, который относится к сфере деятельности компаний, а никак не к сфере регулирования государства. Да, что мы вот, например, ждем и соберемся сами, будем решать, нам нравится это регулирование или нет. В итоге это все, как у нас бывает, было истрактовано и перевернуто несколько иначе. Действительно, я очень встречалась большое количество раз с представителями Гугла, просто вот так, на конференциях, которые с круглыми глазами говорили, что вообще трагедия, алё и так далее. Поэтому, да, я считаю, что сейчас пока на уровне согласования это еще можно как-то подрихтовать. Ну, хорошо, давай пойдем дальше, поскольку у нас времени немного в этом экспресс-обсуждении. Песни Сергея Лазарева довольно был громкий конфликт, заблокированного ВКонтакте. Соцсеть заблокировала их в ответ на решение певца обратиться в суд по поводу неправомерного возмещения их в соцсети. Не столько важен Сергей Лазарев, при всем моем... Сколько Павел Дуров. При всем моем уважении к этому незнакомому мне певцу, но важен прецедент, когда вот этот вот обвиняемый ВКонтакте в пиратстве и прочем заявил «Окей» и убрал из соцсети все или почти все песни исполнителей. Разумеется, там они остались в каком-то виде, которые не были названы его именем, как-то по-другому были названы файлы, но тем не менее. Насколько важен сегодня, вот такой сразу задам вопрос, интернет, ну и в частности социальные сети с точки зрения распространения музыкального контента и популяризации певцов? Как вы считаете? Подожди, во-первых, он же не договорил самую главную новость. Было убрано с пометкой за неимением культурной ценности. Это чистый троллинг все-таки, давайте будем. Нет, но я считаю, что, конечно, важно, потому что 99,9% моих коллег, которые используют ВКонтакте, не используют его как площадку общения, а только как площадку для медийного контента. Слушают музыку, смотрят фильмы и так далее. Это основное же, мы с тобой очень часто обсуждали, причины обвинения ВКонтакте. Я считаю, что социальные сети крайне важны и нужны. Вот об этом, кстати говоря, мы будем говорить в пенале новости, о том, как вот эти вот люди, привыкшие к потреблению контента через ВКонтакте, встретили Google Play. Продолжай. Да, я хотела как раз сейчас об этом. Не, подожди. Ладно, хорошо, но смысл в том, что я считаю, что это действительно очень важно, потому что социальные сети перестают быть просто коммуникационной площадкой, ну, просто времени ни у кого нет, только общаться, да, и начинают быть мультирешением для каких-то других действий, в том числе для медийного контента. Я считаю, что всем крупным корпорациям и компаниям стоит задуматься вот на этот счет уже ближайшее светлое настоящее. Я бы сказал так, они становятся новой точкой прокрастинации. Если раньше был телевизор, вот место, куда тупили часами, вот теперь часами тупят в соцсети, там еще и удобнее тупить, там тебе и музыка, там тебе и видео, там и пообщаться можно все в одном. Ну, а если сказать позитивнее, не прокрастинации это обзывать, люди действительно используют социальные сети ежечасно, не то, что там ежедневно. И это среда, в которой они находятся постоянно, и поэтому компании, которые могут использовать этот постоянный контакт, надежный контакт с пользователем, который... Слушайте, чем дальше, тем больше. Нам не хватает времени на экспресс-обсуждение новостей в первом блоке. Я вот даже думаю, надо будет увеличивать это экспресс-обсуждение. Но, коротко, еще одна новость, которую хочется затронуть. Твиттер выкатил фотофильтры и тем самым показал, что он тоже Инстаграм. Помним, да, что Инстаграм — это фотоприложение, которое выросло на том, что можно делать красивые фотографии. Нехитрая затея. Было куплено за миллиард долларов Фейсбуком. А сейчас они размежевались. То есть Инстаграм отключил просмотр фотографий в Твиттере. Можно только посмотреть, перейдя на их сайт. А Твиттер выкатил свои фотофильтры. Что будет дальше, как вы считаете, Дим? Ну, мне кажется, что это как маятник. То есть компании сперва интегрируются, начинают использовать продукты друг друга, потом набирают эти компетенции или появляются амбиции, что они теперь меняются позиционирования, и они начинают эти компетенции забирать себе. Мне кажется, что маятник может еще качнуться. Мы, не знаю, мы дойдем до тех новостей или нет, где про Google Maps, возвращение Google Maps на iOS. Но я имею в виду, я вот к чему. К тому, что сказать, что будет дальше, ну, придут новые менеджеры, и, возможно, они договорятся о чем-то другом. Потому что мне кажется, что консолидация лучше, чем разбирать мир на части и разрабатывать ее независимо. Ну, в общем-то, да. Да, однако бизнес показывает нескольную практику. Как правило, если есть о чем повоевать и получить на этом какие-то свои плюсы, то воюется. Мы продолжим разговор в интересном ключе программы «Рунет Сегодня» через пару мгновений. 11.17 в Москве. Доброе утро, друзья. Это «Рунет Сегодня» от 17 декабря 2019 года. Как обычно говорят для тех, кто слушает нас в подкасте и неожиданно не знает, за какой период времени мы обозреваем новости. А мы это делаем, напомню, что берем в рассмотрение главные события, случившиеся в онлайне, в цифровом пространстве шире, в интернет-бизнесе, в социальных сетях за неделю, которая ушла. Ну и делаем какие-то выводы о том, собственно, к чему они приведут, зачем они нужны, на чем сердце успокоится. Делаем это традиционно с моими коллегами, экспертами интернет-бизнеса и гостью этой программы. Алена Попова, интернет-предприниматель, основательница проекта «Стартап Вумэн» и «Стартап Афиша». Алена, привет. Привет. Еще раз. Ну и Дмитрий Сатин, основатель юзабилити ЛАП и советник министра связи и массовой коммуникации в очень скором будущем. Здравствуй. Да, Дима, еще раз здравствуй. Прежде чем обсуждать следующую новость, хочу вас спросить коллеги, чего не хватает сегодня государственным инициативам начинания в интернете, на ваш взгляд. Определенно, работа спонтанной власти в высоких технологиях пока не блещет эффективностью. По крайней мере, не во всех отраслях уж точно. Даже так, в большинстве нет. Почему, как вы считаете? Надо советника спросить. Советника мы спросим чуть позже. Давай ты скажи. Я считаю, что самая главная задача государства это не мешать. Оно мешает? Ну, оно явно сейчас стало вмешиваться. Я не знаю, как оценить, мешает оно сейчас или нет, но оно начинает вмешиваться. А как только вмешивается государство, на рынке появляются другие регулятивные правила. Это очень плохо. Вот то, что мы с тобой по закону обсуждали, то, что там они могут выступать в роли запрещающих, отключающих и так далее, никак положительно на интернет бизнес не влияет. Но у нас большая дискуссия была с Германом Клименко насчет того, что если государство резко начнет все цензурировать, запрещать, 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 что это очень хорошо повлияет на местный рынок. Такой протекционизм. Понимаешь, Google запретят, Яндекс вырастет. Да, у Германа было такой тезис. Да, да, что-то еще запретят. Местный предпринимательский актив в Рунете определенно вырастет. И он как раз и говорил, пусть запрещают и больше запрещают, мы вырастем гораздо активнее. Я, в принципе, разделяю какой-то частью эту логику. Я против регулирования, но в целом это может так работать. Ну давайте, прежде чем продолжить этот разговор, мы послушаем о неожиданных назначениях в Министерстве связи. Основатель компании «Юзобилити Лаб» Дмитрий Сатин и соучредитель фирмы «Хьюман Фактор Лаб» Дмитрий Журавлев вошли в состав проектного офиса «Система межведомственного электронного взаимодействия». Сам офис создан в рамках Министерства связи для того, чтобы наладить онлайн взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти. Как можно догадаться, упомянутый в новости топ-менеджер, один из самых известных специалистов по «Юзобилити противоинтерфейсов» Дмитрий Сатин на студии. Дима, ты сегодня прямо наш рояль в кустах. Как случилось, что ты перешел на ту сторону силы? На ту сторону силы, на темную сторону силы. На ту, заметьте, я сказал. Я надеюсь, что роль государства не сводится к тому, чтобы что-то запрещать. То, что я вижу на той стороне силы, это попытка создавать условия. Создавать условия для развития рынка в том числе. Но сейчас поговорим об этом. Как случилось? Случилось так, что ко мне обратился замминистра Денис Свердлов. Ты знаешь его как бывшего генерального директора Йоты. И он меня пригласил подключиться к работе министерства и сказал несколько вещей, которые меня абсолютно купили. Ну, первое. Это то, что идет тренд, не тренд, планы по информатизации всех взаимодействий с государством. Если это произойдет так, то есть мы будем избавлены от необходимости ходить ногами по ведомствам, а сможем запрашивать те или иные услуги сведения через интернет, тогда вопрос воспринимаемого качества государства сведется к вопросам интерфейсов. И поэтому вопросы пользовательского опыта, пользовательских интерфейсов в этой связи становятся очень важными. С одной стороны. С другой стороны, он произнес такие мне слова, что в этой стране можно вздыхать и троллить, что все не так и все идет не туда. С другой стороны, можно попробовать что-то изменить. И каждый делает свой выбор сам. Естественно, когда вилка была показана именно таким образом, то мой выбор был на самом деле предопределен. Я для себя сформулировал таким образом, что я не знаю, что из этого получится, но было бы просто глупо не попробовать это сделать. И попробовать, получается, спасти массы, миллионы россиян от стояния в очередях паспортных столах за справкой формы 9 за какими-то походами, неизвестно зачем, к тетенькам с фиолетными волосами и невероятной грубости. Конечно. Но дело не только в госуслугах, потому что государственный интернет значительно шире. Вот один из других трендов — это электронная демократия, которая сейчас развивается активно. И выходят новые постановления, новые указы президента, связанные с тем, чтобы граждане могли оценивать деятельность чиновников, с которыми все-таки приходится, например, сталкивать вплоть до срочного отстранения чиновника по результатам такого мониторинга и оценок граждан. Мне кажется, что это все позитивные новости, и нужно помочь сделать эти интерфейсы, эти инструменты даже шире, для граждан максимально удобными, так, чтобы вам не нужно было искать эту форму по всему интернету, если вы обижены каким-то чиновникам, чтобы вы это могли сделать легко. А надо ли понимать, что ты будешь курировать буквально всю разработку интерфейсов внутри этой системы? Ну, она распределенная, поэтому всю-всю совсем курировать невозможно, но... Людей будешь ты нанимать, которые будут заниматься этим? Сейчас я поясню. Денис Свердлов, когда меня приглашал в министерство, он говорил о создании департамента. Я говорю, как этот департамент должен называться? Он говорит, да хоть юзабилити. Но создание департамента — это все-таки серьезное дело, которое должно приниматься на уровне правительства, а работать нужно уже сейчас. Поэтому сейчас я работаю вот в такой роли советника министра, пока без департамента. Но у департамента понятны задачи. У министерства есть такая компетенция, как согласовывать IT-бюджет, она появилась совсем недавно. И мы хотим, мы же не министерство финансов, чтобы согласовывать их по вопросам бюджетов. Мы хотим смыслы согласовывать. То есть покажите нам интерфейсы той системы, которую вы собираетесь разрабатывать и потратить на нее деньги. И в этом плане, мне кажется, что это очень важная миссия. Она довольно сложна, то есть внедрить ее в существующие процессы будет сложно, потому что нужно создать соответствующие нормативные акты и методические рекомендации. — Да, да, это камень прегновения предыдущих лет электронного правительства. Вот это СМЭФ — система межведомственного электронного взаимодействия. Поэтому туда это абсолютно правда, что там куча регламентов, которые останавливают развитие этого всего. — Ну, один из заместителей министра, это Алексей Волин, мне в такой частной беседе сказал, что если посмотреть на нормативную базу, она вообще-то агрессивно настроена к электронному правительству. Она не позволяет им существовать. — Да, мы с Алексеем обсуждали, это правда. — И поэтому там много что нужно сделать, и в том числе в законотворчестве. — Логика твоего прихода ясна. Меня бы тоже купили на это. Пойти и послужить народу, по большому счету. Другое дело, получится ли, сейчас об этом поговорим, но спрямую хочу Алену спросить. Вот ты как смотришь на происходящее? Раньше была ситуация похожа на следующую. Было государство, я часто это повторяю, мне очень нравится, которое как-то там себе занималось и не очень трогало интернет. Чем-то своим там занималось. Интернет был сам по себе. И только сидели интернетчики и говорили, ну вот рано или поздно какая-нибудь крыса сдаст. Сдали. Государство выяснило, что существует интернет, выяснило в том числе и не очень приятно для себя ключево вспомнить события года назад, когда социальные сети стали инструментом протеста, инструментом консолидации протеста, донесения информации и так далее. Вот. И занялось интернетом основательно. Люди из отрасли, люди, которые реально в этом разбираются, Дима один из них, один действительно из самых заметных специалистов урнета, так вот точно входит в топ-50, грубо говоря, а то и в топ, не знаю, меньший. Экивок в сторону Димы, реверанс вернее. Хорошо это или плохо, что наши идут туда? Нет, я считаю, что это, во-первых, я считаю, что это хорошо. Ты меня знаешь, я давно занимаюсь электронным правительством, и я считаю, что активная гражданская позиция, это все-таки решить самому, а не позволить решить за тебя. У Никифорова... Будет такая возможность, я считаю, что... Ну вот послушай, у Коли Никифорова очень хороший подход. Там и мой хороший знакомый друг профессии... Объясню, у Коли Никифоров министр связи. Министр связи, да. Там советник Марк Шмулевич, который абсолютно понимает, как можно собрать бизнес и спросить у него, что нужно сделать, и что действительно нужно сделать, да. И там очень мне понравилась эта программа, я ее смотрела, я видела наработки, которые есть. Мне кажется, это очень хорошо. То, что Дима, например, будет разрабатывать интерфейсы, для меня большой плюс, потому что интерфейсы — это самый ужас, который есть в развитии электронного правительства, помимо вот этого СМЭВа самого, вот этой системы... Строго говоря, это вообще все в данном случае. Интерфейсы и бизнес-логика — это все. Абсолютно, да. Потому что логики, особенно бизнес-логики, никакой на госуслугах нигде нет. Пользоваться ими крайне неудобно. От этого сервис не распространяется. Если государство еще дойдет своей логикой до того, что надо делать государственный маркетинг, не лезть в интернет, а с помощью интернета пропагандировать то хорошее, что они вот местным произведением будут создавать. Тогда эта система будет работать. Я считаю, что Дима сделал правильно абсолютно рациональный шаг. Я рада, чтобы быть нормально, потому что мы у нас есть на одном из наших проектов «Электронное правительство для людей» «Gov2People» у нас есть сравнение интерфейсов. Вот то, что делают разработчики, и то, что делает государство. И там постоянно идут дебаты. То есть разработчики с одной и с другой стороны обсуждают, какой интерфейс лучше. Ну ни разу не было, чтобы интерфейс государства, хоть на 10% приблизился к тому, что делают независимые компании. Потому что независимая компания думает, как мне это сделать удобно так, чтобы это продать. И от этого оно идет от наших напряждимых с тобой интересов. То есть как нам сделать это вкуснее. А государство думает, как сделать больше смету. И поэтому очень непригодный интерфейс получает. Вообще-то самое ужасное с «Испокойного века» в России, но, собственно, и в других странах, когда госкорпорации и госучреждения пытались брать на себя те функции, которые, по идее, хорошо должны делать частные компании, которые имеют свой реальный такой вот шкурный, извиняюсь за выражение в хорошем смысле, шкурный интерес. Потому что они будут биться за качество. Я коротко обращу внимание на твиттер. В твиттере Максима Спиридона, в котором мы сопровождаем трансляцию, как обычно, мы спросили, что будет, когда гуру юзобилити Дмитрий Сатин начнет проектировать интерфейс для российской исполнительной власти. Один из ответов позабавил. Все перейдут на госуслуги.ру и бюрократов посокращают. Оставшимся раздадут айпады. Вот такое вот будущее нас ожидает с вами. Осталось буквально 40 секунд. Какое бы ты дал короткое совсем резюме, Дим, шагам своим и вообще будущему в этом направлении? Ну, ты знаешь, мы сами, члены этого проектного офиса, между собой поговорим, обмениваемся предположениями о том, что будет дальше. Нам кажется, что Министерство связи в данном случае взяли, как некоторый пилот, некоторую площадку, на которой хотят попробовать привлечь смысловых людей из отрасли. И если этот опыт окажется успешным, а мне хотелось бы, чтобы он был успешным, я сделал все для того, чтобы он был успешным, то этот опыт будет распространяться и по другим ведомствам в том числе. И тогда, мне кажется, мы будем жить в другой стране. В общем, хорошо бы, я тебе скажу. После выпуска новостей продолжим. Разговор пойдет о новом поисковом алгоритме, запущенном Яндексом, и о том, почему это касается каждого из нас. Мы продолжаем. Это у нас сегодня, 17 декабря 2015 года, 99,6 в Москве. финам.фм в онлайн для тех, кто находится за пределами столицы, однако слушает нас. Вы вдвойне молодцы. Меня зовут Максим Спридонов, а гость этого выпуска Дмитрий Сатин, основатель Usability Lab и будущий советник министра связи, как мы выяснили, массовой коммуникации, а также Алена Попова, интернет-предприниматель, основательница проектов Startup Woman и Startup Afisha. Значит, не секрет, коллеги, что отрасль поисковой оптимизации в Рунете одна из самых денежных и одна из самых закрытых. Мы это знаем. Это такой бизнес, отчасти на грани фола. В отдельных случаях и, в общем, за гранью фола, как мы опять-таки снова знаем, когда еще идет попытки прямого обмана поисковой системы. Ваше мнение, что сегодня представляет из себя отрасль поисковой оптимизации, вот именно на это состояние, на декабрь 2018 года, и куда она движется? Ален. Ну, ты мою точку зрения знаешь, я ее всегда оставлю, что эта оптимизация будет исходить из персональных потребностей каждого из нас с учетом всех наших профилей, особенностей поведения, которые есть. Об этом говорит эта новость, это абсолютно логичный шаг. Помнишь, мы с Леной Масаловой спорили в кровь вот это плюс один, Google плюс один, оно там действительно будет работать, не будет работать, будет ли это учитываться в поисковой выдаче, не будет это учитываться. Будут ли учитываться лайки в социальных сетях, иными словами. Да, иными словами. Я считаю, что, конечно, нам такой прямолинейный поиск уже не актуален просто из-за того, что верхний пласт информации интернета, особенно Рунета, он очень сильно, ну, как сказать, он уже переполнен, и поэтому требуется делать объективную выдачу. Например, я хочу найти конкретную книгу, хочу знать, читали ли эту книгу мои друзья, хочу увидеть результаты, где эта книга более качественно представлена, и для меня должен быть такой. Частный счастлив, что уже новость обстроить, к тому еще не заявили, а все-таки отрасль поисковой оптимизации, которая сегодня имеет обороты в десятки, может быть, даже и под сотню миллионов долларов по Рунету, она дальше будет куда двигаться. Она всегда жила на том, ну, последние годы, на том, что она фактически позволяла, ну, как бы такое шаманство проводить этим вот оптимизаторам, каким-то образом поднимать сайты поисковой выдачи. А вот получается, что при персонификации поиска сайт поднять поисковой выдачи однозначно будет невозможно. У каждого это будет некая своя выдача. Как будет жить отрасль? Она будет схлопываться? Нет, я думаю, она, с учетом того, что россияне умеют блоху подковывать, да, все-таки она будет находить новые формы. Я думаю, что она станет более дорогой. Но все равно от этой схемы никто не отойдет. Вот у меня там куча проектов, там, например, ты не упоминаешь, есть проект StarLOOK, который надо поднимать в поисковой выдаче. Безусловно, мы будем стараться оптимизировать его так, чтобы он выходил в топы. И, конечно, вне зависимости от того, как она у кого будет выходить, будут стараться как-то по-другому это делать, под другими инструментами. Снежинкс же, когда запустил Яндекс эту новую систему, которую вроде как нельзя обойти, оптимизаторы выяснили, как и где ее, в принципе, можно обходить. Поэтому нет, я думаю, что она будет расти просто исходя из того, что это бизнес логично. Тебе надо, чтобы твой бизнес, то есть твой сайт в сети побыстрее набирал аудиторию, потому что все зависит от твоей аудитории. Значит, ты сделаешь все, чтобы эта аудитория к тебе пришла. У тебя есть два варианта. Купить ее или привлечь. Купить становится не так эффективно, как раз из-за того, что поисковые машины ставят ограничители. Значит, привлечь. Привлечь ты можешь за большие деньги и не за очень большие деньги. Не за очень большие деньги – это оптимизация. Это лучше. Конечно. Поэтому этот сегмент рынка будет расти. Объективно это так. Дмитрий, как ты видишь, ты много выступаешь на конференциях по психоптимизации, точно имеешь свою точку зрения? Если огрубить, очень честно признаюсь, это грубость в отношении SEO, SEO позволяет некачественные сайты продвигать наверх. Потому что если они качественные, то они, в общем, и сами выходят наверх. Вот скажем, любые сайты. Любые сайты. Но это не совсем, это не так. Ну, я нарочно сказал, что это грубость, но для того, чтобы эта мысль просто была четче понятна. Я абсолютно согласен с Аленой. Поисковая оптимизация – часть интернет-маркетинга. Это часть технологии привлечения аудитории на сайт. Если раньше она сводилась только к тому, чтобы манипулировать поисковыми системами так, чтобы твой сайт стоял первым, неважно качество, важно привести трафик. И за это они, собственно, получали деньги. То теперь с усложнением работы поисковых систем становится понятным, что нужно фокус перемещать на людей. Не на манипуляцию машинами, а на то, как сделать сайт более привлекательным, качественным и так далее. Как сделать так, чтобы одни пользователи рекомендовали этот ресурс другим. И это все равно интернет-маркетинг. Но теперь это уже больше смещается в сторону качества сайта и аудитории. Иными словами, поисковая оптимизация все больше, уже много лет это происходит, и вот этот тренд, он подталкивает, то, что мы сейчас будем обсуждать, все больше смещается в плоскость комплексного маркетинга и рассмотрения бизнеса вообще. Конечно. А не просто купить много ссылок с жирных сайтов. Это очень характерно, что мои хорошие друзья, это украинский офис Ашманов партнеры компании, они в качестве теглайна своих конференций мы продвигаем не сайт, а бизнес. То есть такое противопоставление. Одна из компаний, которая, собственно, создала эту отрасль поисковой оптимизации, теперь вдруг начинает заявлять, что мы больше не занимаемся продвижением сайтов. Нет, конечно же, занимаются, но фокус все-таки на бизнес, на его благополучие. Ну хорошо. Давай сейчас поговорим о свежих новациях ведущего поиска Викару Нета. Корпорация Яндекс запустила персональную поисковую платформу «Калининград». Об этом было заявлено на пресс-конференции компании в минувшую среду. Функционал новой платформы предлагает пользователям подсказки и ответы, учитывая их личные интересы и предпочтения, которые сервис выясняет на основе анализа поискового поведения пользователя. Как утверждает представитель компании, персональный поиск работает в отношении порядка 75-80% запросов. Ну вот как говорили, раз поисковая выдача теперь для всех, ну или почти для всех пользователей будет разной, получается оптимизировать сайты под конкретный запрос становится бессмысленным. Ну просто оптимизировать, так скажем, верно, Ален? Ну да, примитивная оптимизация уже не актуальна. Это правда. Давайте попробуем пофантазировать, как будет дальше, чуть более широко развиваться поисковая оптимизация, ну и, как мы выяснили, в шире интернет-маркетинг, в контексте того, что поиск для каждого пользователя становится индивидуальным. Получается, что поисковики толкают маркетологов, оптимизаторов к тому, чтобы они серьезнее занимались качеством своих ресурсов? Ну, как сделать ресурс качественным для людей? Я-то об этом говорю постоянно. Здесь не думаю, что место для такой лекции, но хочу такую вот мысль сейчас прямо на ходу, раз ты предлагаешь пофантазировать. Если, как мне кажется, поисковые оптимизаторы работают на существующем, на сформированном спросе, они его не формируют сами. То есть есть, например, конкурентный запрос пластиковых окон, и они впрягаются в эту войну. Я знала, что ты приведешь насчет пластиковых окон. Ну это любимый пример для поисковых оптимизаторов. Спрос уже существует, уже есть накал конкурентов, конкуренции, они включаются в эту борьбу и начинают там работать. Но мне кажется, в случае при таком солипсистском превращении поисковой выдачи в твою личную, оказывается, что теперь, наверное, нужно работать над своими смыслами. Нужно формировать в тебе потребности и эти самые запросы. Что кажется не так прямолинейно. То есть ты, опять же, должен работать не столько с поисковыми машинами, сколько с интересами людей. Где с ними работать? Ну, кажется, там, где они живут. А мы сегодня упоминали социальные сети, как постоянную работу с ними. И поэтому кажется, что бренды, те компании, которые заинтересованы в продвижении своих услуг, они тогда должны работать больше со смыслами людей, с их потребностной сферой, а не только утилизировать сформировавшийся спрос. Ну, то есть это контекст в социальных сетях просто. Работа с контекстной рекламой в социальных сетях. То есть, например, я все время хожу и, не знаю, читаю русскую классическую литературу. И если у меня по контексту это выходит, конечно, безусловно, я как-то на это реагирую. Если мой этот лайк или плюс один, или любые другие методы оценки учитывает поисковой запрос, то, соответственно, это выходит всем моим друзьям. У меня база друзей все время растет. Соответственно, я хороший инструмент, я являюсь каналом маркетинга. Поэтому я считаю, что всем сеошникам надо просто будет учитывать, кто для этой целевой аудитории канал маркетинга, и где они в основном находятся. Ну вот, если возвратиться снова к теме персонификации поиска, там есть две стороны медали. Палка такая вот о двух концах. Руководитель проекта «Поиск Мэйл.ру», конкурирующего с Ядексом, ну, пока что осторожно конкурирующего, имеющего значительно меньшую долю. Андрей Калинин для издания Роэм.ру. Высказал следующую мысль. Идея персонального поиска довольно давно витает среди разработчиков. Поисковая система, у нее есть довольно очевидные достоинства. Ну, вот мы сейчас коротко проговорили про это достоинство. Так и сложно измеряемые недостатки. И вот о недостатках. Например, пользователи довольно часто посылают друг другу ссылку на поисковую выдачу. Если она будет персонифицированной, то они будут видеть разную выдачу. Логичный аргумент. Или, например, один человек может сказать своему другу, поищи в поиске такой-то запрос, и опять же, есть риск, что эти два человека найдут что-то разное или совершенно разное. Из-за этого введение персонализации может давать неоднозначный результат. Ну, это как-то, я бы сказала, слабый аргумент, потому что ты можешь прислать ссылку на сам ресурс непосредственно. Например, на Facebook. Найди в моем Facebook то, что тебя интересует. А в Facebook поиска нет. Нет, я нарочно здесь упомянул Facebook, потому что он предельно персональный. Лента, которую читает Алена, не похожа на мою ленту. И в этом смысле, если я Алене пошлю ссылку на свою ленту, но она не увидит того, что вижу я. И это никого не пугает, и как-то люди научились в этом мире выживать. Не-не, ну, это абсолютно прав, но, например, вот то, что идет ссылка на поисковой запрос, мне все время присылают. То есть это как раз про меня история. Но просто будут присылать ссылку на сам непосредственный ресурс. Дополнительный клик просто будет сделано, все в эту сторону. Хорошо, давайте послушаем комментарий Яндекс. У нас есть запись Дениса Рогачева, это менеджер проектов Яндекс. Прежде всего, запуск этой платформы – это значимое улучшение качества поиска. Все, что мы запускаем, мы делаем для пользователей. То есть не ради персонализации, а ради качества нашего продукта. Наши эксперименты на самом деле показали, что пользователям намного комфортнее чувствуется на персонализированных результатах поиска. То есть они быстрее находят самый полезный результат, быстрее переходят на нужные ресурсы, быстрее задают запрос. В этом суть персонализации, в этом суть изменения качества поиска. Если мы говорим о оптимизации по классическим коммерческим запросам, ну, то есть покупка бытовой техники, например, кондиционеры, то там запуск платформы кажется, скорее всего, не очень значимым, так как все-таки персонализация заметнее работает на характерных пользователю запросах. То есть те, которые он издает регулярно, тематиками, которыми он регулярно интересуется. И пусть таких запросов, которые характерны пользователю большинства в его истории, но людей, которые регулярно интересуются покупкой бытовой техники и другими коммерческими тематиками, все-таки их не так много. А если мы говорим о информационных запросах, например, поиск фильмов или музыки, то там изменения будут значительно более заметны, потому что людям намного характернее регулярно искать подобного рода контента, поэтому там персонализация будет заметней. Но хотелось бы отдельно подчеркнуть, персонализация не замыкает пользователя в его зоне комфорта. Это значит, что результаты с незнакомых ресурсов все равно будут попадаться в результатах поиска, так же часто, как они это делали раньше. Но для SEO-специалистов это скорее некоторое повышение рисков и одновременно некоторая возможность. Потому что каждый клик по результату поиска может стать для пользователя каким-то определяющим, как формирование списка любимых, так и нелюбимых ресурсов. Поэтому скорее для SEO-мастеров, которые делают хорошие качественные сайты, должно было стать лучше. Для тех, кто делает сайты ради того, что пользователь зашел на них один раз и кликнул на рекламу, скорее всего, ничего хорошего не случится. Надо добавить, что в связке еще с поведенческими факторами, которые все больше имеют значение в поисковой, в том, насколько, как ранжируется поисковая выдача, это получается некий совершенно новый подход к выдаче поиска. Объясню для слушателей. Проведенческие факторы — это анализ поисковой системы, того, как пользователь реагирует на сайты, как он кликает, не кликает на получившие высокие результаты предложения, если кликает, возвращается ли в поисковую выдачу. Вот это все анализируется массово и делаются выводы. На базе выводов перестраивается поисковая выдача. В общем, меняется парадигма, это очень серьезно поисковая система, да, коллеги? Ну да, я бы сказал, знаешь, это раньше была какая-то объективная реальность, вот они, результаты поиска, и ты и я их как будто бы видим одинаково, хотя тот же Яндекс говорит, никогда они не были одинаковыми, потому что и сплит-тестирования у самого Яндекса идут и так далее. А теперь поиск стал субъективным, становится сугубо субъективным, и эта смена парадигмы, она должна, как и любая смена, пугать определенных людей. Да, мне кажется, это абсолютно, опять же, логично с точки зрения бизнеса. Растет медийная составляющая, активно просто потребление медийного контента в сети, значит, надо побыстрее туда сгенерировать лиды, то есть привести аудиторию. Значит, надо ее вести правильно и быстро, это персональный запрос. Дело гораздо более это серьезно. Окей, мы продолжим наше обсуждение о скорости, разговором вокруг главной новости недели, открытию Google Play, Google Play продаж сырового контента для России. Ну что ж, мы продолжаем. Меня зовут Максим Спридонов, это программа «Рунет сегодня» 17 декабря 2019 года. Напомню, что звучит дата не для того, чтобы вы выяснили, какой сегодня день, а для тех, кто слушает нас не в прямом эфире, прежде всего, хотя, впрочем, для первых тоже, почему нет. Нам не жалко поделиться этой информацией, она открыта. А вот для тех, кто слушает в подкасте... Особенно в понедельник. Да, в понедельник это важно. Кто слушает подкасты, может не знать. Если вы не слушаете в подкасте, то рекомендую это сделать. Подписывайтесь на «Рунет сегодня» либо в iTunes, либо на сайте финам.фм, и сможете получать эпизоды программы без пропусков. Это важно. Будете всегда в контексте происходящего в цифровой среде. Значит, в студии Дмитрий Сатин, основатель «Люзоберити Лаб» и будущий советник министра связи и массовой коммуникации, а также Алена Попова, интернет-предприниматель, основательница проектов «Стартап Фумен», «Стартап Афиша» и других многих проектов. Вот, Ален, специально для тебя, поскольку перечислять и прочее, и белое, и малое, как, знаешь, в регалиях артистского царя, будет очень долго. Действительно, у тебя много проектов. Значит, мне кажется, коллеги, что один из краеугольных камней, ну, один из главных нерешенных вопросов новой реальности, это изменившиеся онлайн-среды, это вопрос цифрового контента на сегодня. Как должны распространяться фильмы, книги, музыка в электронном виде? Сколько должны стоить эти продукты? Должны быть они бесплатные или не должны быть? Что вы вот рамочно думаете на этот счет? Алена. Я рамочно думаю, что контент должен быть часть платная, часть бесплатная, работать по модели фремиум, на которую переходит уже весь бизнес сетевой. То есть это добавление какого-то игрового элемента, сначала тебе что-то дается на закуску, если тебе это нравится, ты начинаешь платить деньги за потребление чего-то вот этого, что тебе нравится, в больших объемах или более качественного. Я считаю, что такая модель работает. Я не считаю, что работает модель все бесплатно, равно как и я не приветствую все сразу платно, потому что мне непонятно, как это выглядит, за что я плачу, если я еще это не попробовала. Ну, как ты представишь себе это с музыкой? Вот у тебя есть песня, ты ее скачала, послушала. Нет, вот у тебя есть альбом исполнителя, или у тебя есть какой-то лимит, например, ты можешь скачивать определенное количество песен с этого ресурса бесплатно, а за остальное ты мне на 50 рублей платишь. Ну, допустим. Я считаю, что это правильно, потому что иначе умирает индустрия, коммерческая индустрия, все, что связано с качественной музыкой, не количественной, а именно качественной. И то, что сейчас все говорят, и я поддерживаю эту историю с открытыми авторскими правами, но эти открытые авторские права предполагают, что ты все равно платишь за авторское право, не такие большие деньги, и как раз вот по этой модели. Это обязательно должно быть, равно так, как автор, написавший книгу, например, там, моя хорошая знакомая, журналист Марина Ахметова, там, она пишет великолепные книги про женщин в зоне военных действий. Почему она должна находить свои книги в сети бесплатно? Понятно, что я, как пользователь, хочу получить ее книгу в сети бесплатно, поэтому дайте мне выбор. Сделайте так, чтобы какую-то часть я могла скачать бесплатно, это нормально, это интернет, а за какую-то часть мне уже пришлось бы заплатить, потому что меня надо стимулировать заплатить. Я, как любой пользователь, не хочу платить. Сейчас большинство бесплатно, и, между прочим, я вот тут как раз активный потребитель бесплатного, потому что у меня был вот этот украинский Kindle, два-какнига, знаешь, электронный, я очень много читаю в полете, и поэтому мне неудобно покупать какие-то там книги. И туда, если ты знаешь, есть специальные ресурсы, когда ты можешь закачать все сборники Стругацких, все сборники вообще советской литературы, все сборники русской литературы, вообще бесплатно. Ну, ладно, Дима, короткая, рамочная позиция по контенту. Здесь мне именно модели могут быть разные, одну из них Алена назвала. Для меня вот важно то, что у нас есть прецедент. Вот Steve Jobs создал App Store, и мы покупаем игры для детей, покупаем их, не пытаемся их нигде найти, возможно. Большинство не пытается, кто-то пытается все равно. То есть эта модель работает. Я к тому, что удобство покупки и доверие к тому, кому ты платишь, я в данном случае имею в виду той площадки, которая распространяет медийный контент, мне кажется, определяет очень многое. Мне кажется, что уже сформировался средний класс, для которого зачастую цена не такую роль играет, как для неимущих людей, я имею в виду, не способных заплатить. А, например, вопросы удобства, экономии времени выходят на первые приоритеты. И поэтому, если тебе удобнее, ты сейчас просто назвала один из инструментов, где тебе удобно закачать все. Если за эту закачку, когда ты можешь закачать то, что тебе удобно перед полетом, вот в последний момент у тебя есть несколько секунд, чтобы получить интересную книжку, которую ты в самолете прочитаешь, то, мне кажется, вопрос цены вот в этот момент для тебя не столь критичен, сколько сама возможность получить развлечение на борту. Нет, конечно. То есть вопрос цены до трех долларов. Есть какая-то часть бесплатная, какая-то платная. Это вот то, что в Apple Store. Мы же огромную часть бесплатно скачиваем. Но приложение само по себе может монетизировать что-то внутри себя. Да, это тоже ход. Хорошо. Давайте сейчас послушаем о примере от Google, которая была смазана прохладным приемом массовой публики. Корпорация Google предоставила возможность российским пользователям магазина цифрового контента Google Play покупать фильмы и электронные книги. Стоимость книг в рамках интернет-магазина начинается с 50 рублей, а фильмов с 99 рублей за киноленту. Русскую классическую литературу пользователи сервиса могут скачать бесплатно. Цены на большинство товаров кальбируются от 50 до 300 рублей, что примерно равно ценам в iTunes 100, кстати говоря, который открылся несколько раньше, буквально за неделю-полторы до того. Но пользователи Android, это не пользователи айфонов. Это жизнь показала очень четко. Это стало предельно ясно в первые же дни. Так что то, что я видел, произвело на меня сильнейшее впечатление. Десятки комментариев по популярным фильмам. Я не знаю, видели вы или не видели. Где пользователи, Дима часто не видел, ты сейчас увидишься, трехэтажным матом кроют капиталистов Google. Они даже не знают, кто это. Тех, кто им пытается продать, посмел продать им лицензионный контент по цене 100-200 рублей за единицу. Мне кажется, понятно, почему это произошло. Люди были изучены в лучших чувствах, понимаешь? Вот это было видно. Именно. Есть бренды, которые воспитывали целое поколение на том, что они оказывают бесплатные услуги. Я имею в виду, Google является безусловно ярким примером. Бесплатная почта, бесплатные сервисы, весы и куча-куча. Когда такая компания вырастила огромную массу вокруг себя, огромное ядро, и в один момент она пытается теперь коммерциализировать отношения с этой публикой, публика оскорблена в лучших чувствах. Это совершенно ожидаемая вещь. Главный аргумент, вы нас держите за идиотов. Вы продаете нам то, что на торрентах и ВКонтакте лежит бесплатно. Вот это буквально прям текстом, реально десятки комментариев таких. Это все бесплатно. Алена, ты можешь прокомментировать. Ну, так я ровно так же, как Дима. То есть, во-первых, я привыкла, что на части ресурсов это бесплатно, это мое пользовательское поведение. Его вообще-то надо учитывать. А во-вторых, ну, конечно, любая покупка должна сопровождаться уникальным контентом. Если я могу, я не знаю, бриллиантовую руку смотреть ВКонтакте, зачем мне идти и смотреть ее платно за 200 рублей, между прочим, цена диска, за 200 рублей смотреть на Гугле. То есть, мне гораздо это, ну, во мне это паритит, например. Я просто, опять же, как активный пользователь, я не особо скачиваю фильмы, я очень много скачиваю книги. И вот с точки зрения книг, для меня понятно, как сделать уникальный инструмент, то есть, каких-то авторов туда можешь ввести, что ты можешь дать мне, как человеку, который, например, потребляет этот контент. Мне не очень, конечно, понятно с фильмами, потому что фильмы везде одинаковые. Конечно, люди будут выбирать тот ресурс, где не надо платить или надо платить меньше. Похоже, что iTunes с видео, что Google Play с фильмами, это некая переходная стадия, которая, по крайней мере, в России не сможет стать бизнес-моделью. Мне кажется, да. Мне кажется, еще из-за контента в том числе. Ну, вот, посмотри, в iTunes много ли русского контента сейчас? Ну, то есть, тебе, как русскому пользователю, русскоязычному пользователю. Я, кстати, не пользователь Apple, поэтому я мало представляю себе там ассортимент iTunes. Понятно. Но я, вот к чему, я еще два слова в пользу удобства. Мне кажется, пользователь готов платить за удобство. Ты сейчас, Алена, сказал, зачем тебе платить за фильм? А вот посмотри, фильм, штука длинная. Ее посмотреть в нашей насыщенной жизни не всегда удается найти такой цельный кусок времени, чтобы его посмотреть. И вот ты вот начала смотреть за завтраком и хотела бы по дороге, пока ты будешь стоять в пробке, его досмотреть. Но смотреть начала на одном устройстве, а досмотреть тебе было бы удобнее на другом. Да, мультиплатформа. Если компания, такие бренды, как Apple или Google, безусловно, могут это сделать, и Apple явно в эту сторону движется. Ты купила контент, и ты купила его в том числе с условием, что ты можешь его потреблять на разных устройствах. У нас немного времени, да, я хочу просто резюмирую тем, что ты говоришь. Действительно похоже, что цифровой контент, помимо модели этой фремиум, возможности посмотреть, потрогать и потом взять решение о покупке, еще будет дополняться сопутствующими услугами. Это критически важно, похоже. То есть то, что невозможно будет воспроизвести в торрентах или еще где-то. Условно говоря, с книжками, да, это синхронизация места чтения, твои закладки и твоих пометок на разных устройствах. Открыл с смартфона, открыл с компьютера, открыл с планшета. Везде одни и те же пометки, одни и те же закладки. Это важно, да, и это добавляет стоимости к этой книжке. Конечно. Фактически. С фирмами похожая история, хотя там, конечно, сложнее ценность определить, там просто место, где остановился, но это не так все-таки. За это 200 рублей отдавать пользователи вряд ли будут. Хочу, кажется, вот добавить по поводу Твиттера. Мы спросили в Твиттере Максим Спиридонов, какой магазин сфрового контента стартовал в России удачнее, ну, просто из любопытства, iTunes 100 или Google Play, и почему. Ответы такие. iTunes 100, пользователи Apple привыкли чаще платить. Вот это вот важная штука. Разделяют. Чем пользовательный Android. Ответ еще такой. Для меня iTunes за полгода потрачено на покупки около 20 тысяч рублей. Ну, и там такой ответ сленговый тунец. То есть iTunes, как это называют такие интернетчики. Опять не хватает времени для того, чтобы остановить и погрузиться. Красивая очень тема, вообще очень любопытная и важная цифровой контент, как он будет развиваться. Короткое резюме в 5-10 секунд. Ален, что будет дальше с этим цифровым контентом? Ну, value at the service. Это то, что ты сказал. Я полностью... Это будет как с мобильными. Сначала идет контент, а к нему прилагается какая-то дополнительная услуга. Я выступаю за это. Модель фремиум и value at the service. Окей, все. Финал, коллеги. Спасибо большое. Спасибо, Максим. Время закончилось, к сожалению. На следующей неделе ждите, это уже к слушателям, специальный выпуск программы, будем говорить о главных итогах года. Я благодарю моих гостей Дмитрий Сатин, Алена Попова. Слушайте Рунет сегодня каждый понедельник с наступающим вас, кстати говоря. Всего доброго и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова